Очередные выходные в Лондоне, а значит новый влог. Сегодня у меня такой классный день, я иду на выставку Шанель, и я думала, что туда невозможно попасть, билеты все раскуплены, но оказывается есть способ. Придумала сегодня такой вот прикольный лук, в какой-то веке надела юбку, и пока я его составляла, я несколько раз порвала колготки, причем очень сильно порвала, я иду прямо сейчас с такими огромными стрелками в магазин, чтобы их купить. Чем Англия отличается от страны СНГ, это то, что у нас колготки можно купить просто в любом маленьком магазине, в каком-нибудь ларьке, тут у меня это получилось в третьей покупке, и то я этому очень рада. Какая-то пекарня с гигантскими круассанами, мне такое нравится. Вот Виктория и Альберт, а слева всемирно известный музей науки, там где скелеты динозавров. Тут, конечно, очень красиво, даже можно прийти посмотреть просто архитектуру снаружи. Все, в рекламе выставки Шанель. Миссия с колготками выполнена успешно, я зашла в какой-то туалет для маленьких детей. Здесь, конечно, ужасное освещение, но постараюсь показать свой лук, я сегодня такая, типа, учительница младших классов. У меня мужская винтажная рубашка из черти-шопа с манжетами, вельветовый коричневый жакет, плессированная коричневая юбка длинной мидии, это санс пол, черные ботинки, доктор Мартинс, леопардовая сумка и зеленый плащ. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Мы вышли погулять с Йоськой, я привязала его, чтобы зайти в магазин, потому что с ним нельзя, и тут так смешно. Вот еще одна собака сидит, ждет, привязана. И вот еще одна хорошая ожидает. Я уже почти в привычном формате, сижу на полу напротив этой шторы, как в прошлый раз, буду вещать вам про свой день в Лондоне, потому что на ходу это все я снять не успела, но начну с выставки Chanel, она мне очень понравилась. Выставка супер профессиональная, все проработано до мельчайших деталей. Музыка, свет просто погружает в эту атмосферу, но проблема в том, что она настолько маленькая. Если бы я не снимала, я, наверное, за 20 минут пробежала бы эту выставку, и как бы все. Хорошего понемножку, можно сказать, но я надеялась, что там будет больше нарядов, допустим, сумки будут, обувь будет. Единственное, меня удивила часть с бижутерией и ювелирными изделиями. Я не знала, что бренд настолько развит был в этой категории. Но я скоро лечу на свой день рождения в Париже, и надеюсь, там схожу еще в музей Chanel, если получится, потому что меня эта тема очень интересует. Вы знаете, я моду обожаю просто. Потом мы гуляли по Лондону, ходили по магазинам, и мы зашли еще в магазин Chanel, решили немного продлить этот приятный экспириенс. Там снимать, конечно, было нельзя, но кое-что мне удалось. Доброе утро, кит. Ты решил с нами подружиться? Привет. Не хочешь? Ну ладно. Красивый. Доброе утро. Воскресенье в Лондоне. Мы сейчас идем на винтажный рынок, который будет происходить в очень красивом здании Chelsea Old Town Hall называется. Естественно, в районе Chelsea. И после этого пойдем папе выбирать подарок, потому что у него скоро день рождения. Где-нибудь поедим, погуляем. Сегодня очень тепло, даже солнышко выходит. Прям весна начинается в Лондоне в феврале. На этом видео я вам показываю и рассказываю про свой лук, но, к сожалению, из-за сильного ветра меня не было слышно. Поэтому сейчас в двух словах расскажу. У меня такой спортивный образ. Из вчерашнего лука я оставила только тренч цвета хаки. Добавила к нему брюки спортивные Y3, серую футболку Zara, белый лунгслив тоже Zara. Моя любимая черная классическая сумка, новые кроссовки New Balance серые, серебристые такие. И в целом получился комфортный casual образ. В помещении каком-то делают ремонт. И пока закрыли окна такими вот красивыми рисунками. Очень нравится. Вот так выглядит этот Old Town Hall. Реклама винтажного рынка. Найс. То, что я люблю. Нежная кожа с перфорацией. Приятно прийти посмотреть на людей. Допустим, женщина в золотом пальто. Некоторое платье прям очень старое. Можно купить красивый шелковый платок. Вот, допустим, такой стоит 25 фунтов. Прям произведение искусства. Еще один очень красивый полупрозрачный платок. Этому платку вот свободно может быть 100 лет. Я познакомилась с женщиной. Она дизайнер. Она из старых тканей. Шьет платья и разные вещи по моделям тех годов. Допустим, вот это платье. Ткань 30-я. Стиль 30-я. И оно просто совершенно невероятное. Вообще стоит 200 фунтов. Я считаю, хорошая цена для такого платья, оно очень особенное для какого-то случая. Вот и визитная карточка, на всякий случай. Очень-очень радует количество натурального винтажного меха. Выштое вручное кимоно. Качественные вещи. Вот, допустим, можно носить как платье, можно носить дома, можно в этом спать. Очень хорошее предложение. Английские платки шелковые Жакмар. 10 фунтов за платок. Продвес мне сказала, что большинство из них новое. То есть их даже никогда не использовали. Моя лицензия на винтажный рынок. Это просто лучшее из того, что я видела в Англии по теме фэшн. Такой выбор. Начиная от вещей, которым там 200 лет, 90, 50-х. Вещи в отличном состоянии. Они абсолютно все уникальные. Себе я это ничего не купила, но мне не было цели там ничего покупать. Я пришла просто натренировать свою насмотренность. Это Кейнгс Роуд. Главная улица в Челси. Тут собраны очень многие английские бренды. Но даже это не поможет мне, мне кажется, найти подарок папе, потому что он сам не знает, чего он хочет. Я мечтаю о мимозе. Такой красивый, чем только ничего. Мы сходим домой. Одно из моих любимых мест в Челси. Здесь такой красивый сквер и галерея Сач. Тут периодически проходят очень классные выставки. Простой выбор подарка. Такое все любят. Штука для бритья. Лосьон после бритья. Гель и шампунь. Все прекрасно пахнет. Так что классный подарок, я считаю. Очень красивый магазин. Упакуют в красивую коробку. Так, ну, я преданная фанатка Sunspill. Это бренд, в котором я работала. Поэтому выберу папе что-то отсюда тоже. Мне кажется, это будет достаточно символично. Такой свитер мне понравился. Или, может быть, поло. В общем, тут классный выбор. Мужской одежды в таком классическом стиле. Папа такое любит. Вот это поло с коротким рукавом мне тоже понравилось. У них очень классная линейка парфюмов. И есть такой вот гифт-сет. Классная идея для подарка. Справились. Если вас интересует, как делал пушистого, то вот он. Чувствует себя просто отлично. Ведет себя, как всегда, отвратительно. Но ему все прощается, потому что вот он хороший, милая морда. Мы, значит, его сегодня тоже не оставили без подарков. Купили ему игрушку. У него их еще очень мало. А тебе нравится? Да? Да. Купили ему, наконец-то, нормальную расческу, чтобы он был красивый.